Что если ребенок вырос в семье сектантов и у него с детства искаженная картина мира, как выбраться из матрицы? Какой матрицы? Перестаньте смотреть фильмы с Киану Ривзом. Это не матрица, это своего рода импринтинг такой вот, то есть тебя так научили, да, то есть ты родился в семье. Опять же, если мы берем в расчет изначальную картину, что это множественные жизни, в одной из жизней ты родился в семье сектантов, к примеру, и ты еще до сих пор жив, значит у тебя есть возможность эту головоломку решить. Вопрос как? Возможно, ты в прошлой жизни кому-то что-то навязывал, и твоя задача понять, разгадать, как я в свое время решил. То есть болезни опорно-двигательного аппарата, как у меня, они даются за... Ну вот у меня, допустим, по нумерологии стоит убийство по неосторожности, а в нумерологии кармически стоит обесценивание чужой жизни, да, то есть я такая, ну ладно, помер Вадим и хер с ним, типа вот так. То есть умер-умер, так Бог распорядился. Вот этот аркан, который дается в нумерологии, у меня есть он. Мне нельзя охотиться, мне нельзя рыбалить, забирать чужие жизни. Про вегетариуса ничего не сказано, потому что я могу есть мясо, которое не я убил, да, условно говоря. Поэтому, ну, мне нельзя оставлять человека в беде в этой жизни и так далее. Но так как я уже в прошлой жизни начудил, мне в этой дали болезни опорно-двигательного аппарата. То есть сразу при рождении свернули башню очень хорошо, потом спина сломалась в 12 лет, да, вот. Потом там еще были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, переломы. Это дается именно за вот это, за пренебрежение чужой жизнью. Поэтому я всю эту жизнь буду страдать от заболевания опорно-двигательного аппарата. Можно выбраться из этой кармы? Можно. Как? Помогая другим. То есть понимая, что жизнь – это ценность, которая есть у каждого. Это бесценный дар, который нужно беречь. Нельзя халатно относиться. Нельзя оставлять человека в беде. Близкого там написано. Не так, что всех ходишь, гринписов спасаешь, да. То есть близкого человека в беде. Там родственника, сына, там и так далее, да. То есть нужно заботиться о недееспособном человеке, ребенке, пожилом человеке и так далее, и так далее. То есть и вот чтобы у меня все работало нормально, и я дальше не нагребал, мне нужно научиться работать с помощью другим людям. Это один из моих уроков, за которых я уже частично несу последствия кармы в виде деформации опорно-двигательного аппарата с самого детства, с самого рождения. То есть, ну я разобрался. Почему я разобрался? Потому что я хотел помочь другим разобраться. Замечаешь? Улавливаешь разницу? Вот так я выбрался, как ты говоришь, из матрицы. Потому что я помогал другим людям. Какие у тебя уроки? Хрен его знает. Посчитайся, напиши Миле в инстаграм, закажи себе нумерологический разбор, посмотри, где ты косячил, в чем твоя проблема. Подумай, прикинь хрен к носу. В этом мире ничего просто так не происходит. То есть все закономерно, все за что-то и почему-то, и откуда-то. Вот, и сделай вывод, мне-то сложно это нарастать. Ну, это потому что выбраться из матрицы, два поворота налево, потом направо, прямо бежишь 20 метров, резко останавливаешься, подпрыгаешь вверх, цепляешься за край бордюра, и ты вылез из матрицы. Нет, так это не бывает. То есть тебе придется всю жизнь учиться и разгребать карму, дружище. Это по моему мнению. Ты, может быть, со мной не согласен.